Коробки, газеты и прочая бумажная упаковка отправляются под пресс. За смену на сортировочной площадке компании «Чистая планета» могут переработать порядка 20 тонн сырья. Начинали 10 лет назад с небольшого ангара на базе бывшего предприятия «Хабаровск» в Торресурсы. Объёмы были 200 тонн в месяц макулатуры, книга журнальной продукции. Это с учётом города Хабаровска и пригорода. Сейчас мы только по городу Хабаровску собираем 600 тонн макулатуры, 40 тонн плёнки и порядка 40 тонн PET-бутылки. Сначала работали с крупными предприятиями, торговыми сетями и коммерческими учреждениями. Потом переключились на население. Стали заключать договоры с управляющими компаниями на сортировку и вывоз в Торресурья. Сегодня во дворах Хабаровска стоит примерно 200 баков для сбора PET-бутылки и макулатуры. Для управляющих компаний, для ТСЖ идёт экономия на вывозе вторичного сырья, потому что они не платят за это как за услугу. Мы выполняем это бесплатно. «Чистая планета» поставляет вторсырьё для многих перерабатывающих компаний региона. PET-бутылка идёт в Благовещенск. Плёнку принимают на Хабаровском предприятии «Полимер-ДВ», где из неё вновь делают полиэтиленовые мешки. А картон и прочая макулатура отправляются на российско-китайское предприятие «ДВСНХЕ», которое работает на базе бывшего картонно-рубероидного завода. Каждый месяц здесь перерабатывают до 1 тысячи тонн сырья. «Сырья нет, нам не хватает. И наше дальнейшее развитие мы видим в работе с бюджетными учреждениями. То есть это школы, больницы, детские сады. Будем наращивать своё присутствие там. А также это увеличение количества пакок на придомовых территориях для сбора макулатуры». Заслуги компании перед городом отмечают в администрации Хабаровска. Директору «Чистой планеты» вручили благодарственный адрес. «Если брать, то, наверное, в морфологическом составе того сырья, которое у нас появляется в городе, то, наверное, процентов до 15, пожалуй, проходит через «Чистую планету». На сегодняшний день это предприятие является, по большому счёту, основным у нас оператором из предприятий-переработчиков по сбору твёрдых коммунальных отходов». К 2024 году Хабаровский край должен сортировать порядка 70% торсырья и 40% отправлять в переработку. Задачи поставлены президентом в рамках нацпроекта «Экология». Но сегодня регион лишь на треть выполняет эти нормативы. «Это, в принципе, реально, но для этого необходимо вложение в инфраструктуру и создание новых мощностей по переработке на территории города и края. Потому что задачи на самом деле амбициозные, они поставлены нашим президентом. Но теоретически их достичь можно, опять же, если будет достаточное финансирование». Дальнейшее развитие системы сбора и сортировки отходов в Хабаровском крае зависит от регионального оператора, которого сегодня ищет Министерство ЖКХ. Наталья Чернышева и Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.